Добрый вечер! Мы приветствуем всех, кто смотрит телеканал «Россия». В эфире программа «Вести ВУЗ» в студии я, Анна Бабкина. И я, Михаил Понуровский. О главных событиях Федерального университета. В ближайшие 15 минут. В гости к своим калининградским коллегам приехал ученый с мировым именем. Владимир Каргинов уже много лет живет и работает в Америке. На весь земный шар его имя прозвучало, когда ему удалось сделать настоящий прорыв – побороть сибирскую язву. Новый лабораторий БФУ Владимир Каргинов рассматривает с интересом. Родной Новосибирск он покинул еще в 90-х. И сейчас с удовольствием замечает, что дела у российской науки пошли в гору. Профили ученого с мировым уровнем для нашего региона не совсем обычные. Он занимается созданием новых лекарств. К сожалению, это очень длинный путь и это занимает от порядка 10 лет. И в настоящее время, по крайней мере в Америке, чтобы довести одно лекарство от начального этапа до аптеки, уходит где-то около миллиарда долларов. То есть это совершенно фантастические деньги. Миллиарды в работу Владимира Каргинова вкладываются не зря. Первая успешная попытка блокировать токсины сибирской язвы – его заслуга. Бактерии в данном случае выделяют вещества, которые как бы проделывают в мембране клетки ионные дыры. Следом за первопроходцами появляется армия этих же токсинов, добивающая больную клетку. Ученый смог найти способ их обезопасить и таким образом спасать жизнь пациентам даже на поздней стадии заболевания. Работа с антитоксинами особенно важна сейчас, когда век антибиотиков близится к концу. Туберкулез, например, сейчас есть, который не лечится. Вы даете все антибиотики, они больше не работают. Что делать-то? Эра, когда работали антибиотики, она кончается. Новых антибиотиков их открываешь, открываешь, они больше не работают. Надо понимать механизм, что случилось. К решению этой головоломки планируют подключиться икантианы. В первую очередь разработать спецкурс лекций по поиску новых лекарств. А также создать в стенах вуза лабораторию Драк Дискавери. Так эти исследования называются на заморский манер. Чтобы открыть лабораторию в БФУ, нужно убедить Владимира Кардинова работать с нашим вузом. Эту руководство к антибиотики, кажется, получилось. Следующий этап, что называется, выучить ученых. То есть специалистов, которые смогут заниматься этой работой в отсутствии американских коллег. Если все пойдет по плану, в БФУ уже через несколько лет будут разрабатывать собственные лекарства. Иван Асланов, Матвей Мельников, Вести ВУЗ. А теперь коротко о других значимых событиях в студенческой жизни. Встречайте традиционную подборку новостей. В БФУ имени Канта стартовал конкурс «Формула успеха». Пять студенческих команд сначала виртуально, а потом и на практике будут создавать свои бизнес-проекты. Ведущие компании города на время конкурса трудоустроят ребят. Те, кто смогут воплотить свои идеи в реальных, зачастую суровых условиях бизнеса, не только станут финалистами, но и останутся на рабочих местах. Конкурсу уже 8 лет, и многие работодатели именно здесь привыкли решать свои кадровые проблемы. Волонтеры «Кантианы» стали партнерами Калининградской службы крови. Ребята готовы собираться вместе хоть каждую неделю и отправляться на станцию переливания. Акция «Донор человек» собирает все больше и больше народа. Но добровольцев пока все равно не хватает. Студенты, готовые поделиться собственной кровью с другими, собираются у корпуса на Чернышевского. Оттуда до станции переливания 10 минут пешком. За акциями активистов можно следить в группе в соцсетях. Балтийский федеральный университет решил не отставать от ведущих мировых вузов вроде Кембриджа и Оксфорда и создал свой клуб для избранных. Ассоциация выпускников провела первое собрание. Почетное членство получили те, кто добился в жизни большого успеха. Представители крупного бизнеса, госслужащие, общественные деятели. На встречу пригласили всех, кто сможет реально помочь своей альмаматор и нынешним студентам. Это главная миссия клуба. Участники встречи заявили о своей готовности проводить для ребят необходимые консультации, помогать в прохождении практики и, главное, устройстве на работу. Занять почетное место в клубе выпускников может герой нашего следующего сюжета. Артем Юров подходит по всем параметрам. Во-первых, весьма успешный. А во-вторых, для Кантианы делает очень много. Например, сейчас, уже в должности проектора по научной работе, он хочет помочь коллегам публиковать намного больше научных статей. Профессор и доктор физико-математических наук намерен поднять престиж БФУ и за счет приглашения ученых с мировым именем. Впрочем, он и сам прекрасный рассказчик. Ему слово. Артем Валерьянович Юров, проректор по научной работе БФУ имени Канта, профессор и доктор физико-математических наук. Имеет десятки публикаций в самых именитых научных журналах. Основное направление деятельности – космология. Подтвердил гипотезу, что скачки во времени реальны. Сотрудничал со знаменитым ученым Педро Гонзалесом. Моя задача заключается, наверное, в том, чтобы стимулировать развитие науки, исследований, хороших исследований, реальной науки в университете. Знаете, с этим вообще в университетах России за последние лет 20 такая беда просто. У нас здесь сложились направления, где уже работают люди, активно публикуются. Именно на эти направления в первую очередь мы будем приглашать специалистов. Например, по космологии уже 5 людей с очень высокой наукометрией, которые, конечно, будут приезжать сюда, потому что мы их знаем. И они нас, мы вместе работаем. Сюда должен приехать специалист из Испании. Еще должны приехать 3 специалиста очень мощные. Но мы их приглашаем, мы пытаемся из отечественников приглашать из-за рубежа. Ну и тех немногих, которые есть у нас, так сказать, остались в стране. Это уже из Москвы, из Казани, из Ульяновска. Кроме вопроса, связанного с космологией, меня все больше еще привлекают исследования, связанные в области с математической демографией. Вот, например, сколько людей сейчас на Земле живет? 7 миллиард. Это, грубо говоря, 10% всех людей, которые вообще когда-либо жили, со всеми умершими. Вот 10% всех людей, которые когда-либо жили, живут сейчас. Но если мы все правильно понимаем, то эффект взаимодействия людей друг с другом, то есть все то, что мы считаем, создание государства, эффекты большой политики, там, тра-та-та, это все не больше, чем рябь. Не это определяло изменение числа людей. Люди только думают, что они на этот процесс влияют. Есть какой-то мощный такой процесс, который сам по себе кем-то, как-то, чем-то запущен, я не знаю. И, в общем-то, тот факт, что там пришел Наполеон, Чингисхан, такая рябь на поверхности, которая практически не влияла на этот процесс. Вся система будет перестраиваться. То есть вся система будет перестраиваться, как, я не знаю. Еще одну громкую победу наши студенты одержали на борцовском ковре. В нокаут одним приемом. Именно так Алексей Волков стал лучшим спортсменом России. В начале марта в Брянске проходила первенство стороны по рукопашному бою. О том, как воспитывать в нашем ВУЗе чемпионов, в следующем материале выпуска. Примерно таким изящным броском через бедро выпускник БФУ Алексей Волков отправил противника в нокаут. На первенстве страны Алексей провел четыре боя. Всем его противникам пришлось закончить поединки досрочно. Первый бой хороший был парень, который нокаутом победил. И последний парень оба парня из Голицына, Московский пограничный институт, Московская область. Там у них очень хорошая база. И все ребята занимают такие лидирующие позиции. По крайней мере в моем весе именно Голицына. Но как бы законодатель мод. Больше никому из наших спортсменов российский пьедестал не покорился. Борис Комиссаров, несмотря на прекрасную подготовку, не смог совладать с эмоциями. Будет всякие ситуации, и когда уже в поединке идет бой, и, например, ты уже бьешь, а твой противник может прыгнуться нечаянно спиной, еще чего. И также можно ударить в затылок. А это запрещающий удар. Также удары ниже пояса, что у меня тут и получилось. Даже участие калининградских борцов в соревнованиях такого класса, по словам тренера, удача. Как бы наставники не старались, но этот вид спорта в области нужно переводить из положения партер в боевую стойку. У нас есть отделение рукопашного боя при школе кикбоксинга. Но это отделение, а зала как такового нет. В соревнованиях проводим мы там, там, то есть арендуем зал. Своего зала нет. Был бы зал для того, чтобы можно было полноценные тренировки проводить. Естественно, и уровень мастерства наших ребят рос. А пока сами ребята растят будущих чемпионов. Оба студента даже во время учебы находят время на тренерскую работу. Алексей Волков работает тренером в одной из школ Калининграда. А Борис Комиссаров готовит будущих бойцов, рукопашников в поселке Храброво. Алина Клементьева, Матвей Мельников, Вести ВУЗ. Давай объясним нашим зрителям, почему мы сегодня такие красивые. Ровно год назад Аня официально стала самой красивой девушкой БФУ имени Канта. В чем я, впрочем, никогда не сомневался. Правда, на днях мне пришлось передать корону уже новой Мисс БФУ. Пятый юбилейный парад красавиц прошел при полном аншлаге. Давай же узнаем, кто стал Мисс БФУ 2013. В кулуарах еще до подведения итогов многие шептались. Победит Валерия Ефимова. Студентка третьего курса высшей школы физкультуры и спорта. Тренер по синхронному плаванию, умница и красавица. Да и сомнений у самой участницы, что у нас здесь самое красивое, не было нисколько. Больше месяца тяжелой подготовки, жесткий отбор комиссии. Из полсотни претенденток на почетное звание сначала оставили 12. Но до финала добрались только 8 человек. Было очень много всего. Были очень тяжелые репетиции. Но помимо репетиций мы еще и ездили в приют домашних животных. Мы выступали в БВМИ с концертом на 23 февраля. Великолепная восьмерка, как прозвали себя сами девушки, это лучшая представительница БФУ. Большая часть конкурсантов учится в высшей школе физкультуры и спорта. Но внешним лоском им ничуть не уступают студентки, выбравшие самые сложные специальности вуза. Леди с физмата доказали. Разбираться в математических формулах, косметике и моде можно одновременно. Есть такой стереотип, что на физике мало девочек или девочки, которые только учатся. Нет, такого нет. У нас все девочки красивые. И очень много поступило в моем году девушек, которые достойно были принять участие. Но решили в этом году попробовать меня. Кто пел, кто плясал, а кто и магией удивлял. Как только студентки не распространяли свои чары на членов жюри. Из такого великолепия выбрать одну единственную было задачей не из легких. Поболеть за конкурсанток собрался почти весь университет. Когда в глазах красивой женщины бьется ум, начинаешь понимать, что миром управляют именно женщины, мужчины. Кстати, я вполне серьезно это говорю. Вот так и надо выбирать. Вот смотришь, та женщина, которой хочется покориться. В прошлом году сердца жюри покорила Анна Бабкина. Целый год девушка гордо носила корону. Но вот сегодня с ней предстоит расстаться. Экс-мисс БФУ не расстраивается. Говорит, ее диадема всегда на ней. А звание самой красивой студентки, как нельзя лучше, сказалось в первую очередь на освоении будущей профессии. Кстати, что касаемо учебы, то теперь я бары не прогуливаю вообще. То есть мне даже какой-то интерес. И также я повторюсь ответственность за звание. Неожиданная интрига возникла в самом финале конкурса. Корону мисс БФУ получила участница под символическим номером один. Она чуть-чуть опередила Валерию Ефимову. Победительницей пятого юбилейного конкурса мисс БФУ имени Канта стала Екатерина Меншикова, выпускница высшей школы физической культуры и спорта. И в качестве главного приза она получила не только высший титул, но и путевку в Эмираты, где в ближайшее время она сможет доказать, что самые красивые девушки живут и учатся в Калининграде. Маргарита Маслобойникова, Матвей Мельников, Вести ВУЗ. Ну а теперь сюрприз. Мисс БФУ 2013. Екатерина Меншикова собственной персоной. О, да ты не одна? Да, я со своим другом и однокурсником Егором, который помогал участвовать мне в конкурсе мисс БФУ. Катя, открой секрет. Сложно было победить? Ведь борьба была действительно очень острой. Борьба была острой, но подготовка была очень интересной. Конкурсы были очень интересны, поэтому больше удовольствия получила, чем переживала по этому поводу. Катя, скажи, пожалуйста, вот бывают случаи, что когда очень жесткая конкуренция между участницами, там ботинки воруют, каблуки подпиливают. Вот не было ли что-нибудь подобного на вашем конкурсе? Нет, не было. Более того, мы очень сдружились и до сих пор продолжаем общаться с девочками. Было очень интересно, мне все понравилось. Вот это здорово. А у меня был обратный случай. На одном из конкурсов красоты у меня своровали ботильон. Хорошо, что у меня были туфли и было в чем дойти до дома. Егор, ну а вы сразу ли согласились участвовать в конкурсе? Да, конечно, ведь это моя однокурсница, она попросила, и я согласился. Катя, скажи, пожалуйста, какие призы ты получила за победу в конкурсе? Я получила сертификат на поездку в Дубай на двоих человек и решила взять с собой подругу, которая мне помогала подготавливаться к конкурсу и вообще всегда помогает. Я надеюсь, вы хорошо проведете время, и эта поездка отложится у вас в памяти, и получите много эмоций, впечатлений. Мы постараемся. Так раз уж вы сегодня вместе, может быть, вы нам и коронный номер свой покажете? Хорошо, только мне нужно переодеться. А мы пока можем посмотреть, как это выглядело на сцене. Молодцы, ребята! Уступать вам свое место совсем не обидно. Стоять с двумя прекраснейшими дамами Кантианы, конечно же, приятно. Но наша программа, к сожалению, подходит к концу. Увидимся ровно через две недели. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok